Отопление всегда есть. Жители Октябрьского холодной батареи с памяти давно стерли. Проблемы в поселке были до постройки новой котельной. С тех пор зимы здесь теплые. Никогда ни на что не жалуемся. У нас всегда тепло, мы об этом не думаем даже, что холодно или не холодно. Сейчас поселки на две недели отключили горячую воду. Это один из этапов подготовки к отопительному сезону. Рабочие промывают и ремонтируют теплосети. Процесс традиционный и необходимый. Мы планируем заменить 400 метров теплотрассы. Они состоят из трех участков. Сейчас происходит замена самого большого протяженного участка 200 метров. Вырезаем металл и ставим более долговечный и практичный полипропилен. Такие трубы прослужат больше 10 лет. В соседнем поселке Ермаково проблем с теплом также не ожидают, как и во всем районе. К зиме готовы уже 10 котельных. Прошлый год мы прошли без аварий. У нас не было аварий. Были мелкие технологические нарушения, которые устранялись в максимально короткие сроки. Район получил паспорт готовности. Ветхие сети меняют и по всей области. К сезону тепла лучше всего готов Ярославль. У остальных районов еще есть время. Областным правительством установлен срок. 15 сентября. У нас готово порядка 70% водопроводных канализационных сетей, порядка 60% тепловых сетей, соцобъекты и жилой фонд готов примерно на 40% и где-то на 35% готовы сейчас котельные. Отопительный сезон стартует традиционно. Запуск тепла напрямую зависит от температуры за окном. Она, напомню, должна быть не выше 8 градусов на протяжении 5 дней. Дмитрий Жданюк и Константин Дмитриев. День в событиях.